всем привет в этом видео я вам покажу амстердам здесь классно город свободы все курят бухает веселятся и везде воняет травой а я а я сейчас садимся на паром и едем кататься на качели короче похолодало жестко и купил кепку сейчас идем на 4d обзор голландии а вот смотрите прикольная штука это тюльпан в банке тут тюльпан заливаешь его водой он растет и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Находимся мы сейчас в ресторане Мишлен. Здесь тартар из селедки. Это традиционное голландское блюдо. Здесь яблоко, здесь виноград, зелень, лук. И не думайте, что в ресторанах Мишлен очень все дорого. Вот это все меню стоит 34 евро. Представляете, 34 евро на человека. Так что всем обязательно советую сходить. И очень здесь вкусное вино. Давай. На пятую подачу у нас десерт. Здесь чизкейк, клубника, манговый сорбет. Нет, короче, ничего необычного, но все очень вкусно. И все вместе нам обошлось, вместе с вином, в 80 евро. Вообще в Амстердаме очень много ресторанов со звездой Мишлен. Около 20 штук, где вы можете попробовать много изысканных блюд всего лишь за 30 евро с человека. Так, угадайте, где мы сейчас. Итак, нахожусь я сейчас на улице Красных Фонарей. Но здесь особо поснимать нельзя, потому что они так кипишуют. По всем таким улочкам идут красные окна. Ну и там стоят девушки. Но когда я их начал снимать, они так начали кипишевать. Начали стучать, начали выбегать, бежать за мной, выдирать все. Короче, все, что я вам могу снять, это вот просто улицу и все. А сейчас мы идем в порнотеатр. Что такое порнотеатр? Порнуха на сцене. Вот настоящая порнуха, только на сцене люди сидят и смотрят. Я тоже вам там, наверное, не поснимаю, потому что тоже будет кипиш. Даже если я это все сниму, я все равно в видео это вставить не смогу. Итак, давайте я вам расскажу, что было в порнотеатре. Было довольно-таки интересно. Там был секс на сцене. Все представление длилось час. На сцене было 4 пары, и они занимались сексом по-разному. Афроамериканцы, например, они танцевали. Вот занимаются сексом и танцуют. Еще одна пара занималась сексом жестко, а еще одна пара занималась сексом интересных позов. В перерывах между ними выходила девушка и показывала интересное представление. Первое представление было, она оттуда доставала веревку. Ну, веревка была где-то, может быть, до 10 метров. Она обошла вокруг сцены, завязала на одном шесте, достала флаг. Оттуда достала флаг. Флаг висел на веревке. Потом пошла в другой конец сцены. Там завязала эту веревку за шест. И потом прошла немного и опять достала флаг. Ну, довольно-таки интересно и необычно было. Еще эта девушка засунула себе туда банан. Одну половину почистила, другой половиной засунула. Вызвала где-то 4 добровольца. И они по очереди кушали банан. Вообще, Амстердам это город свободы, город разврата. И здесь это считается нормальным. У проституток есть свой квартал. Проститутки, блин, это предприниматели, и они платят налоги. И одна проститутка в день обслуживает в среднем где-то до 15 клиентов. Такое движение здесь нормальное, потому что Амстердам это портовый город. В старые времена сюда приплывало много моряков. Они здесь тусовались, отдыхали и искали себе женщин. Еще смотрите, в каком прикольном номере мы поселились. Во-первых, здесь видно реку. Плавают лодки. А во-вторых, в этом отеле в номерах стоят маки. Это отель Хилтон. Очень удобно. Есть выход в интернет. Можно телек посмотреть. Вот клава, мышка. А вот, кстати, этот порнотеатр. Называется Розовый слоник. Билет стоит 55 евро на человека. Еще вам хочу рассказать о флаге Амстердама. Вот он, перед вами. Этот символ ассоциируется с порноиндустрией. Знаете почему? Потому что раньше, когда в Амстердаме начинали снимать порно и отправляли его по всему миру, ставили штамп, на котором был изображен вот этот вот символ, флаг города Амстердама. И теперь во всем мире этот символ ассоциируется с порноиндустрией. Катаемся по Амстердаму на лодке, наслаждаемся пивом. Слушаем гида. Гид рассказывает разные прикольные истории. Очень часто здесь вода поднимается выше этого уровня. Продолжение следует... Итак, покатались на лодке, нагуляли аппетит, зашли в еще один Мишленовский ресторан. Мы решили каждый день ходить в Мишленовский ресторан. Один день дешевый, один день дорогой. Это меню стоит 65 евро с человека. Зашел в Луэвитончик, прикупить себе сумочку. Как вам? Пора уже мне прикупить миллионерскую сумку и забить ее деньгами. Или такую. Моя мечта купить такую сумку и забить ее полностью баблом. И отправиться куда-нибудь в путешествие. Короче, беру вот эту вот сумку, как вам, с черными ручками. И такой вот кошелек. Смотрите, меряю обувь Гуччи. Смотрите, какая дичь. Ну что это такое? А не, блин, удобно. Крутая тема, да? Представляете, если вот у нас кто-то будет ходить в таком дерьме. Четко, да? Не, она удобна, кстати. Также присмотрел себе прикольные свитшоты от Гуччи. Но, блин, 790 евро. 1380 евро. Нет, я за такую цену не буду, конечно же, покупать. Полторы тысячи евро. А вот рубашечка. У моего деда такая была. Сколько она? 500 евро. Я, конечно, могу себе такое позволить, но я считаю, это уже перевод. О, прикольно с котом, да? 980 евро. Made in Italy, хоть не made in China. Сейчас я нахожусь в музее марихуаны. О, что это у нас здесь? В музее нам дали вот такие вот штуки. Вот сюда подходим, прикладываем и слушаем про марихуану в лечебных целях. Итак, поднес я эту штуку и сейчас расскажу вам историю. Здесь говорится, что в музее растет настоящая марихуана и она растет под искусственным освещением. И этот музей имеет специальную лицензию, так как в Голландии запрещено выращивать марихуану под искусственным освещением. Нужно на это специальную лицензию. На балконе можете спокойно выращивать. Короче, скучно мне в музеях, несмотря на то, что это музей марихуаны, здесь не весело. Здесь рассказывают, что все сделано из марихуаны, кеды, одежда, пластик с конопли, сумка с конопли, гитара с конопли, шампанское с конопли. Все, короче, здесь с конопли. Здесь рассказывают, как использовали коноплю в старые времена, вот веревки с нее делали, какая она хорошая. Рассказывают, что это растение будущего. Сейчас я нахожусь на улице Красных Фонарей. Смотрите, какой здесь прикольный туалет. Полностью все открыто. Вот, человек зашел и будет сейчас писать. Сейчас мы находимся в месте, где много музеев. Здесь музей Рембрандта, музей Бангога, вон космонавт на стуле какой-то. Взяли два билетика. Культурная программа. В музее травы был, в музее проституции был, в музее гондонов был. Хватит, уже нужно на нормальное искусство посмотреть. Вот любимая снимает влог. Кстати, у моей любимой есть канал. Ссылочку оставлю в описании, смотрите. Так, зашли в музей. Здесь ничего необычного. Картины, украшения, ковры на стене. Что они тут разглядывают? О, шахматы, да? Да, шахматы. Кубки. 1532 год, Италия. Вот такие были столовые приборы. Вот кольчуга, арбалет, шлем, щит. 1500 год. Здесь у нас серебряные кубки. 1500 год тоже. А вот биты бейсбольные. Шучу, я не знаю, что это. Ого, тут стволы у нас. Вот это мне нравится. Один из немногих музеев, в котором мне нравится. Здесь сервизы. Но у меня в деревне покруче. Даже на старой квартире у меня получше. Тут красный дом, видишь? Красный, наверное, у всех такой есть. Еще в горошек. Смотрите, какие здесь понты. Люди говорят, что сейчас понты, что моя золотая цепь понты. Смотрите, какие раньше были понты. Кубок, который весит, блин, 10 килограмм золота. И с него люди пили. Сдали себе, конечно, тогда цену. Смотрите, какая роскошь. Смотрите, какая роскошь. Смотрите, какая роскошь. Здесь во всех магазинах полно всяких ништяков. Чупа-чупсы с марихуаной. Кексы с марихуаной. Чипсы с марихуаной. А сыр есть с марихуаной? А вот сыра с марихуаной нет. О, напитки с марихуаной. Так, пришло время пробовать всякие ништяки. Я, конечно, не поклонник зеленого движения, но побывать в Амстердаме не попробовать, это грех. Здесь у нас кекс. Кстати, очень вкусно пахнет. Вот такие вот леденцы с марихуаной, шоколадка с марихуаной, пивко с марихуаной и вот такие вот печенья. Кекс вообще невкусный, как с каким-то укропом. Печеньки вот эти вкусные, как какие-то мятные. Пиво тоже отстойное, с привкусом какой-то гари. А вот шоколад вкусный, мне нравится. Вкусно? Ага. Не испортила трава. Как позвать чайку? Кар-кар-кар-кар. Кар-кар-кар, она испугается. Амстердамские чайки едят такое. Нам кекс не зашел, а вот голубям зашел. О, вот и друзья подтянулись. Подписчики интересуются, курю ли я траву. Нет, траву я не курю. И сигареты я тоже не курю. Во-первых, когда я курил еще в школе, когда я пробовал, когда я начинал, мне это безумно не понравилось, потому что мне было ужасно плохо. А во-вторых, я люблю держать все под контролем и ненавижу, когда на меня влияет всякая посторонняя дичь. Для чего вообще люди курят траву? Чтобы расслабиться. Для чего вообще люди бухают? Чтобы забыться. И это очень плохо. Люди не могут справиться там со своими проблемами и начинают что-то употреблять. Вот это вот плохо. Народ, вам нужно учиться быть счастливыми без всякой этой херни. И это реально круто. Если вы научитесь обходиться без алкоголя, без травы, вы, блин, будете самым счастливым человеком в мире. Еще в Амстердаме стоят вот такие вот зарядки. И люди себе заряжают машины. Теслу, Аудюху. Короче, прошел час, гуляем по городу, эффекта никакого. Я думаю, что это разводняк для туристов и самовнушение. Или нужно съесть 10 кексов и запить двумя литрами пива. И тогда будет результат. Только что проезжали под мостом, вот тем, и какой-то чел на нас выкинул муку. На нас почти не попало, да? А на людей попало сильно. Это у них, наверное, такие приколы. Видите, пакет муки, и они кидают на лодки. Туристов шугают. У нас в детстве были свои приколы, здесь дети развлекаются по-другому. Когда за границей, не упускаю возможность снять немного валюты с карты e-payments. Как все просто. E-payments крутая вещь. Пару минут и тысяча евро у тебя в кармане. В день можно снимать только 3000 евро или 3000 долларов. Мусор здесь выбрасывают на улицу. Ну, потому что у них нету, как бы, задних двориков. Еще у них вообще нету места. Не знаю, или вы видите, на каждом доме, видите, вот такие вот крючки. Это они по веревкам поднимают мебель через окна. Потому что у них очень узко, очень крутые лестницы, и они не могут доставить мебель нормальным образом. Здесь, кстати, смотрите, очень интересное место. Вот здесь сазик, а сразу же соседнее здание, улица Красных Фонарей. Вон стоят девушки в этих красных окнах. Рядом церковь, здесь бары. То есть приходит отец, отвел ребенка, сразу же пошел к шлюхам. Пошел, побухал, пошел в церковь, отмолил грехи, забрал ребенка и пошел домой. Прикольное место, да? Итак, пришла пора собираться. Собираю я свою миллионерскую сумку. Крутая сумка, всегда такое мечтал. Так, я себе еще здесь перекупил портфель. Вот такой вот ремень. Давайте к ценам. Эта сумка стоит 1800 евро. Портфель стоит 1300. Кеды по, не помню, 500 или 600. Туфли стоят 650. Крутые туфли, их можно носить под что угодно. И вот такие кеды взял, 500 евро. Также снял валюту, не было резинки. Обмотал луи витонской ленточкой. Вот такая вот сумка. Вот такой вот набор. Итак, мой влог подходит к концу. Мы уже в аэропорту, летим домой. Я думаю, это видео получилось очень интересным. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!